На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители! Сегодня я предлагаю вашему вниманию юбилейный, сотый выпуск программы «Ночное такси» на YouTube. Незаметно, и сам признаться, я не верю, подошли мы к этой дате, совершенно незаметно, но действительно сегодня ровно сотый выпуск этой программы. Твердая история программы «Ночное такси» такова. Очень много лет назад, в 1994 году, в Санкт-Петербурге, в эфире музыкальной радиостанции «Радио Рокс» я впервые сделал как автор, как ведущий эту программу. Затем эта программа перешла на созданную нами радиостанцию «Русское радио», затем на радиостанцию «Радио Шансон». Огромное количество лет была она в эфире «ФМ-станций», и только начиная с марта 2011 года, через несколько месяцев после открытия нами вещания на видеохостинге YouTube, эта программа приобрела тот вид, в котором вы ее сейчас смотрите. Правда, радиоверсия тоже у «Ночного такси» по-прежнему есть. У нас работает радиостанция «Шансон-24», соответствующего портала «Шансон-24.нет», и радиоверсия «Ночного такси», большая, 120 минут в неделю, также производится нами и транслируется и на этом портале, и в ретрансляции на радиостанции наших партнеров, на радиостанции «Русский Берлин» 97,2 МГц ФМ на территории, соответственно, Федеративной исполнительной Германии. Что касается сегодняшнего выпуска программы, я во всех наших традиционных трех рубриках покажу вам самые популярные видео. Популярные, естественно, исходя из статистики на YouTube. «Близкое ретро» в программе Александра Фрумина «Ночное такси». Начинаем мы с нашей рубрики «Близкое ретро». В этой рубрике я показываю вам фрагмент выступления Михаила Круга на самом первом фестивале, посвященном памяти Аркадия Северного. Мы организовывали его в Санкт-Петербурге, организовывали его в апреле 1995 года. Михаил Круг и братья «Жемчужные» тогда были первыми музыкантами, которые приняли участие в этом мероприятии. Так сложилось, что вы, наши зрители, оценили к моменту записи сегодняшней программы это видео почти в 400 тысяч уникальных просмотров. Поэтому я с большим удовольствием включаю сегодня фрагмент этого видео в юбилейный сотый выпуск программы «Ночное такси». Итак, «Близкое ретро» Михаил Круг, образца 1995 года. Лехащих формазон подогнал фуфеля Скрасить вечер за стирами в очках Она круто вошла, ножки, груди, а-ля Я всю жизнь с ней сидел в одиночке Вене лет меня делал и расплавился весь Пальцы веером, здрасте, гражданка! Вам, наверное, еще не сказали, что здесь Сейф лохматый вам скроют, как в банке Пара-па-па-я, пара-па-па Он, довольный собой, подкатил на контакт Он по сейфам, ученая с теми Она, плюнув на пол, ему просто так Вынув ствол, продырявила лепень Всем сказала сидеть, мы уважили ствол Она, как ни в чем не бывала Свою шляпку-каре положила на стол Из декольты маляву достала Пара-па-па-я, пара-па-па Веню жалко, хорошим он кольщиком был Не по воле красючки простили Пулю в ствол ей действительный вор зарядил И писал, чтоб ее полюбили Слышь, с такого начала не делают дел Ты же с виду не катишь по масти Легкощик прохаря через край насадил А тебе дырку сделать, как здрасте Пара-па-па-я, пара-па-па Завтра авторитет бросит в гости в Москву Ездила, да малина подсела С ихней квалификацией только в тюрьму А тверски, мол, не в кипише дело Надо людям помочь Собрались на гастроль Взяли вместе с мешками карету А делись стали филки Заныла мозоль Я за веню был с авторитетом Пара-па-па-я, пара-па-па Я всю долю мою оставляю в общак Мне не надо ни много, ни мало Дай красючку свою Попахать ей ништяк Ну что веню в двери рассчитала Вор достал пар сигар Папироску скомкал Он слегка приподнялся с трамвая И сквозь зубы С такою тоскою сказал Забирай, я тверски уважаю Пара-па-па-я, пара-па-па Как зовут-то тебя Я спросил у нее Милка, нежная, девичье тело Разряжайся, сегодня ты будешь мое Чтобы не было здесь беспредела Вор, как видно, ее Больше жизни любил Только чувства не выдал Поднялся И не глядя в него Барабан разрядил Начал что-то толкать Но держался Пара-па-па-я, пара-па-па А в Тверском ГПУ Молодой опирог Шил дела с пролетарским размахом На столе у него Я прощел негролог И кольнула в груди Под рубахой Была зверски застрелена Бандой в Москве На задании Савина Мила На ментов ведь работало Дым в голове А вороне спалила Любила Бара-па-па-я Бара-па-па 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 В ночном такси Рубрика «Лицом к лицу» В рубрике «Лицом к лицу» Я сегодня показываю вам фрагмент документального фильма Который носит название «Песни запрещенной власти» Так сложилось, и я, признаться, этому очень рад Что это документальная 40-минутная картина Которую мы снимали по сценарию режиссера из Екатеринбурга Валерия Новикова Стала самым популярным фильмом телеканала «Ночное такси» на YouTube К моменту сегодняшней записи Более 820 тысяч уникальных просмотров эта картина имеет Почему я включил ее в рубрику «Лицом к лицу» Наверное, вы сейчас поймете Потому что так сложилось, что «Лицом к лицу» с вами буду я Поскольку фильм получил большую популярность в Рунете Я должен вкратце рассказать о истории его создания В 2009 году режиссер-документалист из Екатеринбурга Валерий Новиков Приехал ко мне в Санкт-Петербург с предложением Помочь снять картину о шансоне по-русски Мы достаточно регулярно помогаем делать такие фильмы Некоторые из них имеют счастливую судьбу, некоторые не очень Но в любом случае я практически никогда не отказываю Валера очень хотел снимать в главной роли в этой картине В роли человека, который рассказывает о истории этой музыки в Ленинграде Замечательного актера Александра Филипенко Он поехал с ним договариваться в Москву И через некоторое время сообщил мне о том, что Филипенко, к сожалению, в этой картине участвовать не сможет Я сказал, ну, наверное, надо искать кого-то другого, кто достаточно понимает и любит музыку 60-х, 70-х годов И хотя бы готов рассказывать о музыке шансона по-настоящему непредвзято На это, к моему великому удивлению, Валерий Новиков сказал мне Александр, я решил выбрать вас Давайте, тряхните стариной, расскажите об этой музыке то, что вы знаете Я, честно говоря, несколько был удивлен этим предложением Потому что, откровенно говоря, не видел себя в роли ведущего достаточно большой картины В первую очередь, потому что эта картина была не по моему сценарию Я, откровенно говоря, избегаю какой-либо работы Если я не являюсь продюсером, автором или соавтором сценария В общем, чужих текстов я читать не умею Поэтому мы договорились с Валерием следующим образом Он, по моей просьбе, изготовил конспект Достаточно большой лист вопросов по той тематике, которая была ему интересна Причем мы договорились, что я отвечу на эти вопросы абсолютно спонтанно Что называется, из головы Не с листа, не с его текста Затем он уберет в монтаже свои вопросы Которые он задавал мне в нашей автомашине Пока мы двигались по улицам очень морозного тогда В 2010 году Санкт-Петербурга И то, что посчитает нужным, то оставит в картине Текст, который не принадлежит мне Но, правда, мною несколько отредактирован Это закадровый текст сценария Который я читаю именно при хронике А вот, собственно, сам рассказ о музыке Это непосредственно ответы на вопросы Валерия Новикова Насколько это получилось, мне самому судить трудно Я только знаю, что я рассказывал правду Рассказывал то, что я действительно знаю доподлинно Но, судя по интересу к этой картине Очевидно, наша с Валерой работа удалась Я, признаться, очень благодарен Такому большому количеству людей, которые посмотрели этот фильм Ведь в этом фильме практически нет музыки в кадре Так он и был задуман Музыка только в саундтреке, музыка закадровая И есть хроника, есть рассказ о тех реальных событиях О тех реальных людях, которые жили И некоторые, дай бог им еще и живы сейчас Которые делали ту самую песню Которая стала называться потом шансоном по-русски Поэтому я не мог сегодня не включить Конечно же, в эту юбилейную, сотую программу Ночное такси на YouTube Фрагмент этой картины Потому что она того заслуживает Откровенно говоря, практически все известные нам Современные одесские песни Родились и были записаны здесь, в Ленинграде Почему это получилось? Ну, наверное, одесская песня Являет собой Результат Очень большого Сплава различных Песенных и национальных культур Который образовался действительно В этом многонациональном городе Хотя, те, кого называли одесситами И те, кого записывали на магнитофоны С этим репертуаром в 60-е и 70-е годы Практически до начала 80-х годов В Одессе бывали разве что редко Аркадий Северный В Одессе бывал Бывал там несколько раз Записывал несколько концертов Но, однако же, никогда одесситом не был Владимира Высоцкого, в особенности В ранний период его творчества Тоже почему-то называли одесситом Хотя он в Одессу приезжал с концертами Много позже, в конце 70-х годов Именно этот мультикультурный город Город, в котором переплелись Очень тесно Культура И русского народа Украинского, еврейского Цыганского народа Он дал вот такой очень интересный сплав Того, что можно еще иначе Называть вольные песни Хотя, конечно, у меня всякого сомнения Присутствует золотой фон такой песни Который появился в основном в годы НЭПа Записывался, как правило, в Ленинграде и в Москве Но действительно имеет одесские корни Я считаю, что именно мультикультурность Одессы Дала нам с вами возможность В прямом смысле слова познакомиться А затем и смело, можно сказать, наслаждаться Такой необычной вольной песней Которая была рождена вольным ветром Этого большого и морского города ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блатная музыка, как субкультура, оформилась в Одессе в 20-х годах прошлого столетия Уникальный жанр быстро распространился Причем, вопреки устоявшемуся мнению Носителями этой культуры являлись не только уголовные элементы Но и просто молодежь и городские низы Однако вскоре на официальном уровне Жанр был запрещен В качестве нового городского фольклора Навязывается так называемая советская эстрада Слащавой мелодии, выхолощенная лексика И идеологизированная тематика Вот почему блатная тема принесла первую известность Июзу Олешковскому, и Владимиру Шандрикову И Владимиру Высоцкому, и Александру Розенбауму Хотя у каждого из них было уже много и других Вполне хороших песен А вот запел певец-блотничок И вокруг его имени возник и риол протестанта Революционера, просто своего парня Это уже потом обыватель оценит голос, стихи и музыку Уникальность одесской культуры Именно в том и заключалась, что она представляла собой Совершенно невообразимый конгломерат Множества национальных и социальных культур Сошедшихся и спевшихся в чудесном городе У Черного моря И спевшихся, кстати, далеко не в последнюю очередь На почве любви к блатной романтике Первые свои авторские Так называемые Блатные песни Высоцкий, правда, называл их песнями городского романса Или дворовыми песнями Высоцкий создал, и это тоже знают не все Именно здесь, в Ленинграде Произошло это в 1661 году Высоцкий некоторое время Жил здесь у своей тогдашней жены Самой первой из своих трех жен Чтобы было известно тем, кто, может быть, этого не знает И по его собственным словам В переполненном ленинградском трамвае Написал свою самую первую дворовую песню Которая называлась Татуировка Так случилось, что, очевидно, в какой-то степени Вольный ветер этого города А в какой-то степени, может быть, и его очень большие Песенные культурные традиции Дали в современное время Этой песне возможность здесь появиться Ведь надо сказать об еще одной важной вещи Я глубоко убежден, что то, что мы называем сейчас шансоном по-русски То, что называют еще иначе блатной песней Это песня, которая обладает еще большими корнями Чем вот то сорокалетие, о котором мы пытаемся вам рассказать в этом фильме В альбомном блоке сегодня я показываю вам клип московской группы «Весна» Откровенно говоря, этот клип имеет свою особую историю И я обязательно должен вам ее рассказать Дело в том, что я некоторое время назад, в 2010 году Познакомился с талантливым и веселым человеком из Подмосковья Игорем Матетой Я знал песни Игоря по различным музыкальным изданиям Которые были сделаны в середине 90-х годов Я, признаться, даже не знал, чем он сейчас занимается Я был несколько удивлен, когда он сказал мне о том, что занимается девчоночкой группой «Весна» Которая пытается исполнять песни в стилистике диско конца 80-х, начала 90-х годов Это совсем не моя музыка Я, откровенно говоря, не причисляю себя поклонником какой-то специально танцевальной музыки Но Игорь Матета – человек талантливый, и я считаю, что талантливый человек талантлив во всем Когда он мне показал, что получается, мое сердце это затронуло Первый раз мы снимали группу «Весна» на фестивале «Шансон фасон» в Ялте Происходило это в августе 2011 года Через достаточно продолжительное время после этого Игорь Матетой обратился ко мне И сказал, Александр, я сделал хороший ролик для группы «Весна» Я знаю, что ваш телеканал «Ночной такси» на YouTube популярен, вас смотрят миллионы людей Можно ли попробовать поставить этот ролик, передав, естественно, права на него, телекомпании «Ночной такси» на ваш канал на YouTube? Я, дорогие друзья, крайне редко как продюсер студии соглашаюсь на это Но поскольку песня была очень добрая, очень такая традиционная То я подумал, ну а почему бы не посчитать, что это может быть интересно нашей аудитории Таким образом, в порядке исключения из правил, не нами произведенное видео оказалось на нашем телеканале Я был очень и очень обрадован и, в свою очередь, тоже достаточно удивлен Потому что я не ожидал такого, что этот клип стал одним из самых популярных на телеканале «Ночной такси» на YouTube в 2013 году, хотя поставлен он был в ноябре 2012 года К моменту записи сегодняшней программы этот ролик посмотрело уже более 470 тысяч уникальных зрителей Это очень приятно для меня Я сообщил об этом Игорю Матете Игорь сказал, что я находился в состоянии ожидания, поскольку он готовит следующий клип И считает, что следующий клип должен понравиться аудитории телеканала «Ночной такси» на YouTube Ничуть не хуже Но что касается следующего, это дело будущего А сейчас в сотом юбилейном выпуске телепрограммы «Ночной такси» на YouTube Конечно же, клип группы «Весна», который собрал такое огромное количество просмотров «Ночной такси» на YouTube Снов сиреневый дым Над рассветным во мгле Изголовьем моим Ищу слабость о мне Нежный дым теплых снов Он растает вот-вот В нем немыслимых слов Сумасшедший полет Самый близкий человек Рядом-рядом, Боже мой Вмиг, что длится целый век Совершенно не чужой Самый близкий человек Рядом-рядом, Боже мой Вмиг, что длится целый век Совершенно не чужой Весь минцовый туман Проникает в окно И кто был ночью пьян Утром трезв, как стекло Губы шепчут пора Руки мимо скользят Что доступно вчера То сегодня нельзя Самый близкий человек Рядом-рядом, Боже мой Вмиг, что длится целый век Совершенно не чужой Самый близкий человек Рядом-рядом, Боже мой Вмиг, что длится целый век Совершенно не чужой Самый близкий человек Рядом-рядом, Боже мой Вмиг, что длится целый век Совершенно не чужой Самый близкий человек Рядом-рядом, Боже мой Вмиг, что длится целый век Совершенно не чужой Самый близкий человек Совершенно не чужой Ну вот и завершился сотый Юбилейный выпуск телепрограммы «Ночное такси» на YouTube Я, Александр Фрумин, рассказывал вам В этом выпуске Самых популярных видео Популярными их сделали вы Аудитория нашего канала К моменту записи этой программы Составляет уже более 8 миллионов Шестисот с половиной тысяч Уникальных просмотров Это, конечно, очень много Потому что специфика YouTube Не все об этом знают Заключается именно в том, что Каждым просмотром является Фактически уникальный зритель Поскольку на каждом фильме Проекте в силу Социологической системы Которая используется на YouTube Невозможно с одного устройства С одного IP-адреса Сделать более одного клика На один фильм-проект Который вы отсматриваете Поэтому я, конечно, очень-очень Благодарен этому огромному числу людей Я благодарен тем, кто По-настоящему хочет узнать О той музыке, которой наша студия Занимается такое огромное количество лет В программе «Ночное такси» В радиоверсии В феврале следующего 2014 года исполняется 20 лет В октябре нынешнего 2013 года Нашей компании Студии «Ночное такси» Исполняется ровно 28 лет Я еще раз С большой благодарностью к вам К тем, кому эта музыка нужна Ну и, конечно же Обычная справочная информация Каковой всегда завершается наша программа Кроме телевизионной версии Ночного такси на YouTube Вы можете еще слушать нас и на радио В структуру нашей компании Входит интернет-радиостанция «Шансон-24» Соответствующим образом Портал носит имя «Шансон-24.нет» Там каждый четверг С 22 до 24 часов По московскому времени Выходит большая 120-минутная радиоверсия Этой программы Программа записывается И ретранслируется Два раза На территории Федеративного спорта Германии В Берлине В Берлине Радиостанция И компания Русмедиа Которая носит имя «Русский Берлин» Это 97,2 МГц ФМ Соответственно Первый эфир После оригинального В России Происходит ровно Через неделю В четверг С 21 до 23 часов По центральноевропейскому времени Затем эфир Повторяется В понедельник Следующей неделе Но только с 22 до 24 часов По центральноевропейскому времени Так что вы можете слушать И радиоверсию Ночного такси тоже Я, Александр Фрумин Искренне благодарю вас за внимание И прощаюсь с вами Как всегда До следующей недели На волне Ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами Ночное такси Городских серенат Пирапсодий